я приветствую вас коллеги меня зовут сергей у меня стаж разработки более 25 лет и сегодня хочу поделиться своим опытом с теми разработчиками которые только начинают свой путь в программировании хочу показать основы прокомментировать максимально все на примерах и давайте посмотрим какие задачи перед собой сегодня ставлю вместе с вами сегодня мы будем писать простое приложение которое будет называться калькулятор это консольное приложение потому что и на мой взгляд самый простой тип для понимания и задача этого предложения следующий то есть принять от пользователя два числа принять тип операции то есть сложение вычитания умножения или деления и в общем то выполнить эту операцию с этими двумя числами и вывести результат в общем ничего сложного на первый взгляд но дальше будет интересно при этом я хочу не просто написать это приложение но и объяснить почему я так делаю объяснить дальнейшие пути развития какие совершенствования могут быть у данного решения куда дальше двигаться в общем от простого к сложному как говорится в общем давайте приступать для начала я хотел бы сказать что такое программа из чего она состоит и как она работает и так программа это от компилированный файл который запускается а для того чтобы этот от компилированный файл стал программой есть куча исходных текстов которые в общем-то по большому счету является просто текстом если мы будем говорить про си шарп то это текст на языке си шарп который в общем-то строится в программу в консольное приложение или в длл ки или в до пев приложения и таким образом от того какой тип программы выбрали компилируется тот или иной файл который является запускаемым или сборкой так вот текстовые файлы можно писать даже в ноутпаде но нужно понимать что все что вы пишете вам придется писать самому или самой да вот и для того чтобы вам максимально облегчить путь была придумана идеи так называемой то есть среда разработки и их на самом деле существует несколько я бы хотел остановиться на паре тройки и подробно рассказать про них и так есть компания джей брэйнс который упускает райдер который работает очень быстро очень мощная красивая среда разработки хорошей подсказки кроссплатформенная вот на ваших экранах а видно как это примерно работает низко не скажу что прям много ей пользуюсь но иногда достаточно плотно при приседаю на нее потому что удобно и быстро дальше есть visual studio код который в последнее время шагнул далеко вперед много экстеншенов и в общем-то на нем тоже можно писать код ну в основном код можно писать на dotnet core хотя и другие варианты можно сделать но отладка там в общем на вкус и цвет есть другая среда разработки накануне называется eclipse на ней тоже можно писать си шарповский код но тут на вкус и цвет я бы остановился на другом выборе и я про него чуть позже скажу и так есть mon develop здесь тоже можно писать на си шарпи на и в шарпи в это как вы видите она кроссплатформенная ну и тут опять же на вкус и цвет но не будем говорить про платность бесплатность пусть вас это будет сюрприза есть бесплатный есть нужно понимать что где-то что-то больше предлагается где-то что-то меньше есть вообще такие среды которые не работает си шарпом нужно перед тем как и скачивать понимать что и для чего собственно кому и нужно я бы вам рекомендовал все-таки установить visual studio этому я начинал с ней работать еще с visual studio версии 6 это был 8 ну ладно неважно сейчас текущая версия 2019 готовится к выходу версия 2022 на стадии релиз-кандидат есть бесплатная версия и она полностью покрывает все необходимые запросы молодого нового разработчика и так предположим что вы скачали запустили установку и тут я бы хотел вам подсказать вот такой вариант а в процессе установки вам где предложено установить такое окошечко будет в котором нужно выбрать что вы будете использовать для нас данный момент актуально галочка вот это вот это и внизу еще где-то должна быть галочка visual studio extension вам не нужно а вот кросс платформ галочку постоять можно и пожалуйста не забывайте ставить на language packs закладки английский язык я вам настоятельно рекомендую потому что если у вас система на русском языке у вас поставится по умолчанию русский и все меню и все команды будут на русском языке а если вы будете искать подсказку в интернете то надо понимать что скриншотов команд описанных в интернете на английском языке 90 95 процентов в общем найти проще подсказку и понять перевод и навсегда запомнить это чем потом мучительно долго совпадать что такое отладка и дебаг и как они соотносятся я думаю что я в общем то объяснил что имею ввиду и так у меня visual studio уже установлена давайте запущу и мы в общем то создадим новый чист проект на котором собственно говоря мы будем тренироваться так это можно закрыть и так у меня есть visual studio я создаю новый проект и это будет консольное приложение как уже было сказано ранее мы начнем самого простого и нужно выбрать куда я хочу положить этот проект у меня есть специальная папка ну пусть она называется давайте прям выберу ее чтобы было понятно мне самому в первую очередь так темп есть у меня тут папка youtube и будем складывать сюда калькулятор хорошая папка ну и соответственно мне нужно название проекта написать и я его объясню почему я называть буду не просто калькулятор а колобонка калькулятор смотрите на самом деле существует такого понятия как namespace и это всего лишь ой калькулитор это всего лишь ограничение смотрите если есть пять разработчиков и они все 5 разделали калькулятор то вы в процессе использования одного компонента в другом компоненте для одного проекта в другом проекте у вас начнется конфликт версии потому что система том же самое идея она не сможет различить кто этот калькулятор сделал как вы как вы различаете потребуется дополнительно вводить альясы которые разрулят эту ситуацию microsoft настоятельно рекомендует вводить перед названием проекта название компании или разработчика или какой-то уникальный собственно говоря идентификатор который ваши проекты отделит от всех других проектов которые существуют в этом мире поверьте людей которые написали калькулятор и так мало в этом мире а вот колобонга я точно знаю что он один поэтому мне первое слово колобонга дальше калькулятор и соответственно я могу создать проект я выбираю текущую версию над 5 собственно гря нам это неважно возможно у вас уже будет над 6 и и над 7 и над 8 это собственно гря реально не играет но вернее роли никакой не играет поэтому для нас это неважно мы будем делать простые вещи которые есть во всех собственно гря нет фреймворках поэтому нам это принципе не принципиально если хотите и так visual studio среда разработки сгенерировала файлы как вы видите давайте я сразу покажу из чего состоит как раз этот сгенерированный проект надо понимать что проект в солюшене их может быть много откроем папку в explorer и и надо понимать что вот эти две папки они сгенерировались а у меня получилось вот в папке калькулятор есть solution есть папка в которую поместились проекты и в этом проекте есть один программ какие-то файлы например вот этот вот сгенерированные другими утилитами например resharper на это обращать внимание не нужно какие-то файлы вот это какие-то и папки в том числе вот этот object и bin сгенерировала система то есть если их удалить система при открытии их снова перегенерирует и и надо понимать что именно в папку bin будет складываться результаты ваша работа то есть результаты компиляции вашего проекта и в ней можно будет найти надо понимать опять же что есть разные конфигурации дебаг и релиз выбирается вот здесь я пока ограничусь этой информацией и таким образом соответственно если вы в дебаге собираете в папке дебаг будет ваш влежать приложение в релизе будет папка релиз переключаемся компилируем смотрим в папку и появилась папка релиз папки релиз есть версия нет фреймворка и вот моя собственно говоря приложение чем отличается дебаг от релиза надо сказать очень просто в дебаге подгружается куча 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 всякой информации который позволяет вам отладить работу проекта а в релизе идет оптимизированный код то есть очень меньшего размера очень быстрый получается код поэтому работаем и в дебаге опубликуем в релизе на этом пока все про эти конфигурации будут вопросы будем решать и так смотрите у меня задача есть очень простая получить два числа получить от пользователя оперант и выполнить операцию и вывести на экран все очень просто давайте начинать но перед тем как начать давайте поговорим про то что у нас уже есть и так у нас есть понятие namespace этот нюйспейс начинается с колобонга калькулятор то есть моя программа ограничивается именно этим ним спейсом нужно говорить это как область как регион в который в общем то никто не влезет если бы я просто назвал программу калькулятор то начались бы в общем то проблема на самом деле visual студия в частности она осознанно вам создала namespace который назывался калькулятор но если бы кто-то еще создал namespace именем калькулятор здесь бы начались проблемы и конфликты поэтому от колобонга уникально идентифицирует мой namespace и в общем то я буду спокоен и будет меньше и так сказать геморроя да когда у вас эти столкновения все-таки произойдут и так что сгенерировала visual студия во первых visual studio установила using и так называем то есть using грубо говоря а давайте прям нажмем f1 и посмотрим что покажет visual studio на этот термин даже не термина ключевое слово и это директива которая в общем то однозначно подключая да или делает ссылку на другие сборки на другие собственно говоря проекты или на другие разработки в том числе и те которые сделал microsoft то есть она неявно подключает использование этих сбора смотрите что будет если я эту сборку удалю о вернее эту строчку я ее не просто удалил а нажал закомментировать и это делается двумя палочками двумя слышами и как вы видите у меня консоль собственно говоря отвалилась сказала что теперь я не знаю что это такое но некоторые утилиты она понимает что вы имели ввиду систем консоль и если вот это слово напишу вот здесь у меня консоль подключится будет работать то есть здесь я указываю что использовать а здесь я могу явно указать с чего я использую то есть если ваши namespace и переплетутся с чужими namespace ами то есть придется тогда явно указывать какие namespace и то есть в какой сборке лежит этот вот класс консоль надо понимать что это отдельный класс и этому продемонстрировать нажав кнопку f12 которая над понимать что чешарп он язык который включает себя и мета данные вот я сейчас открыл мета данные и здесь есть описание того что такое консоль этот класс который лежит в namespace и систем в общем это microsoft себе придумал и занял это место этот все что систем это теперь его и этот класс называется консоль имеет тип класс и здесь на уровне мета данных есть описание того чего в этом классе есть то есть не конкретно сама программа а только то что есть то есть описание мета данные теперь есть я его закрою и верну обратно using мне подсветится информация сереньким это значит что можно вот эту штуку убрать и даже при наведении вот стандартный microsoft-овский подсказчик так сказать интеллисенс подсказывает что можно убрать и теперь это стало активным это убралась вот вот в принципе это работает так итак у нас есть класс у которого есть метод bright line нажмем в 12 посмотрим что это такое вот она мне перекинул уже не на консоль да то есть не наверх а в конкретную точку и в общем то по большому счету здесь можно прочитать смотрите во первых когда я наведу я могу здесь прочитать в район специфика то есть чего-то там эта штука делать пока на самом деле нам не важно она просто выводит стринговое значение то есть строчку в какой-то куда-то выводит и да давайте так а если нажму f12 но я попаду на то же самое описание и здесь в общем то будет когда больше когда меньше от того какие разработчики да здесь есть и методами есть некоторые писания есть и самаре ну в общем я думаю что вы понимаете о чем говорю то есть так или иначе вот этими метод данными это все описывается нам придется тоже это делать и давайте запустим теперь приложение которое сгенерировал студия в котором мы не внесли ни одного изменения и вот она у нас запустилась и мы видим hello world а дальше набор информации который говорит о том что приложение завершила свою работу которая лежит вот это вот в этой папке называние имеет колобонга . калькулятор и с выходом код 0 значит без каких-то ошибок и просьба нажать какую-нибудь кнопку которая закроет консольное окно что теперь делать теперь в общем то нужно следовать дальше тем инструкциям которые должны были быть в нашем приложении и так ну для начала давайте сделаем некоторую информацию для пользователя здесь напишем что это у нас калькулятор пусть будет версии 100 про версию есть такая штука называется семантическое версионирование и она определяет некоторые стандарты подписывание ваших компонентов версии и так первое давайте я сделаю вот таким вот хитрым образом напишу всем вер можно даже написать сразу . орг и прочитать про то что такое семантическое версионирование даже я брать не буду где-то здесь есть русский язык в общем-то если говорить кратко то три то три знака то есть как-то три цифры после между с точками между ними обозначает мажорную версию которые сделаны обратно несовместимые изменения то есть когда меняется единичка на двойку значит нужно однозначно обновляться ну тем кто будет использовать вашу программу и возможно не будут проблемы и все такое минорная это когда вы добавляете новую функциональность не меняя обратной совместимости ну а если вы какие-то баги закрываете то меняется вот эта циферка тут все просто и понятно написано прошу влюбить и пользоваться этим ресурсом у меня версия 100 я знаю что есть варианты начинать 001 ну в общем то это на мой взгляд плохой вариант но вы можете собственно говоря программа версии 0 ну не знаю на вкус и цвет и так у меня есть информация о том что это калькулятор давайте обозначим вот таким вот штукой пусть это будет welcome я сделал комментарий с двумя палочками и это значит компилятор пропустит это сообщение не будет его использовать это чисто для разработчика для меня я буду понимать что меня здесь есть welcome дальше мне нужно сделать какой-то механизм getting ну давайте так first number мы будем получать числа мне нужно получить также еще и second ну то есть второе число мне нужно еще получить оперант ну то есть то что мы с этими числами будем делать и мне нужно сделать калькуляцию и соответственно после вы как я сделал купляться мне нужно шоу допустим вот так вот давайте напишу по-английски результат то есть результат и вот эти вот сейчас мы будем заполнять то есть вот эти вот реализацию мы сейчас будем писать и для начала я скажу что раз мы будем использовать консольное приложение то мы будем использовать консоль который умеет как вы видите очень много на самом деле менять цвет включать изменять курсор например писать заголовок определять в каком месте она находится даже издавать звуки вот если тут тут конкретно говорить так есть также здесь самое главное в райт line и в райт это что такое в райт пишет в одну строчку в райт line пишет в одну каждую строчку пишет в новой каждое сообщение пишут новой строчке в райт продолжает писать и соответственно есть рит лайн и рит работают примерно по такому живу принципу что такое редкий вы ему на кнопках нажимаете на клавиатуре и это кей но имеет определенный код и этот код читает вот этот как раз консоли редкий и reset color но это уже к этому не относится но тем не менее эта штука надо понимать что напротив каждой из команды есть описание того что эта команда делает или что это свойство собой реализует например этот color она устанавливали фориграунд и барыран консоли в свои дефолтные значения когда-то этого не было ладно неважно и так для того чтобы не получить от пользователя письмо мне нужно написать рит лайн то есть все что пользователь ведет я буду читать и над понимать что каждая функция то есть функция это две скобки каждая функция говорит о том что она что-то должна вернуть в данном варианте давайте вот такой вариант покажу у меня функция redline возвращает стринг не просто стринка вот этот маленький вопросе говорит что она может вернуть string а может не вернуть string и нужно понимать что в зависимости от того чего возвращает функция юрист это нужно определенным образом отрабатывать так это у нас неважно и для того чтобы получить данные в какую-то переменную я точно знаю что это будет string я точно знаю что она будет с вопросиком это значит nullable то есть может быть прийти строка может не прийти и мне нужно дать название это переменная это будет number string 1 вот вот таким вот образом я вот в эту переменную получу то что пользователь ведет в консольном приложении соответственно мне нужно теперь продублировать это значение и я его получил уже string 2 смотрите пока у меня совпадают название у меня visual studio любезно подсказывает что есть и дубликаты поэтому нужно переименовать поэтому я поставлю 2 и вот этот вот вопросе говорит о том что мой проект давайте вот так вот сделаем сейчас не говорит о том что я буду использовать nullable это недавняя фишечка которая появилась вот смотрите обозначается таким образом и можно включить несколько вариантов написать вот такую штуку в начале файла можно поставить в проекте можно в общем то сразу изначально создать проект и файле или в проекте я напишу использовать в проекте и в проекте мне изменилось следующее появилась строчка которая сейчас загрузится вот nullable enable то есть у меня если у вас проект создается новый обычно эта штука проставляется автоматически особенно в нет шестом и поэтому этого делать не придется у меня сейчас все посвятилось работает значит я получил первое число получил второе письмо теперь мне нужен какой-то оперант ну то есть мне нужно давать его так вот назову оперант я тоже могу вывести или не ввести и это будет плюсик минус умножить или знак деления и дальше мне нужно сделать калькуляции ну что для этого нужно сделать перед тем как сделать какие-то калькуляции нужно определиться что какой тип я буду использоваться есть разные типы есть целые числа у которых не бывает после запятой каких-то знаков называется int и пока на этом остановимся вот есть стринг то есть эта строчка а есть знаки к а есть цифры у которых есть после точки ну или после запятой несколько символов то есть дробные числа и для того чтобы у меня строку перевести в дробное число мне нужно проделать это явным образом есть некоторые языки программирования который умеет это делать очень хитро в моем случае си шарп этого делать не умеет поэтому все шарпи много кода но зато вы контролируете весь процесс он типизированный и типа имеет значение таким образом мне нужно не просто нам в стрим получить потому что это будет строчка которая будет обозначать от руки допустим написано 22 а мне нужно чтобы это было вот 22 я могу на на бумажке написать 22 рубля а могу все а могу дать 22 рубля вот чтобы явно 22 рубля на бумажке вернулись в реальные деньги мне нужно конвертировать да то есть я очень сильно абстрактно говорю и прошу меня за это простить если вдруг чего-то непонятно другими словами есть тип который называется float есть тип который называется давайте пока вот так сделаем есть тип который называется double и есть ну что такое есть тип который называется децимал это все типы которые работают с плавающей точка разница в том что какое количество после точки после запятой будет использоваться для вот хранения в этой переменной соответственно чем больше вы храните букв тем больше она размер хранит в памяти я буду использовать самый простой флот он же сингл если хотите давайте нажму f12 и покажу что это действительно сингл вот он надо сказать что маленькими цифр маленькими буквами да вот string это так называемый альяс это ссылка на реальный класс если нажимаем 12 на стринге я попаду соответственно на класс string и он будет большую букву поэтому особо разницы нету но просто альясы они используются в головной сборке в главной сборке в generic сборки которая систем называется и она доступна из всех классов отличие от некоторых классов которые альясы нужно загружать там из коллекции или еще что-то типа но пока на этом остановимся и так мне я буду использовать флот и я буду говорить что это у номер один и мне теперь нужно каким-то образом вот этот вот строку преобразовать в этот самый в реальное число для этого вот этого типа флот есть метод который называется парс и в общем то здесь написано как он работает то есть он всего лишь вот эту полученную строку в моем случае это number string 1 парсит но надо понимать что есть у меня пришло значение или не пришло значение и там мне как раз компилятор подсказывает что есть ли у тебя значение nullable то здесь может быть null но это очень плохо ну в некоторых ситуациях особенно плохо и она не сможет распарсить то здесь будет ошибка и эта штука прям меня вот предупреждает что если будет null то будет ошибка которую в общем то плохо делать поэтому давайте я буду думать на данный момент что я идеальный программист идеальный пользователь и поэтому я скажу что у меня если не ну тогда поставить строку 0 это тоже специальный оператор который говорит что если здесь был ну тогда использовать вот эту строчку вот собственно гре все что он делает в данном варианте это будет работать не совсем часто по отношению к пользователю но это будет работать давайте теперь подобное проделаем для второго числа это будет соответственно number 2 и здесь нам нужно соответственно number string 2 это же номер 2 и эта ситуация теоретически будет работать но пока сейчас мы ее отложим немножко дальше давайте получим операнты смотрите с оперантом все нам немножко сложнее оперант я буду говорить пользователю ввести он плюс минус умножить или тена отделение и здесь вместе от того что он вел я буду делать эту операцию и собственно говоря мне сам оперант будет стрингом значение мне ни во что его парсить не нужно потому что сам знак и будет иметь значение я могу сказать что у меня есть флот почему не взял int вопрос очень просто потому что если вы целое число разделите на другое целое число у вас в результате может появиться дробное число и это нужно понимать поэтому сразу лучше принимать дробные числа в общем-то и для калькулятора это нормально когда он дробные числа получает и так я создаю еще одну переменную которая называется result и теперь мне нужно ее получить значение пусть на данный момент она равна null а теперь мне нужно использовать другой оператор который называется switch работает он следующим образом свитч скобки открывается и мне здесь нужно подсунуть оперант то есть моем случае это будет запятую ой смысле плюс минус snap деление или умножить и здесь я могу сказать что кейс если у меня будет плюс ставим двоеточие и пишем что нам делать мы можем сказать что резалт равен нам бар 1 плюс нам бар 2 это первый вариант дальше если у меня кейс равен минус соответственно резалт будет равен минус нет минус если у меня но смотрите во первых она немножечко ругается у меня здесь при вводе может быть нул опять же read line может вернуть строку или нул то есть вообще ничего не верну то есть если пользователь ничего не приводило просто нажал нул тогда у меня вот это вот операции как вы видите она скажет ну во первых она грит совпадает да давайте напишем вот такой вот что там у нас мультипликейшн а вот а во-вторых здесь нужно поставить брейк то есть мы не будем дальше ничего делать и и таким образом у нас свечки из проверить если у нас опирает равно оперант равен плюс тогда мы складываем и выходим дальнейшие операции мы не выполняем тогда у нас получается вот этот вот гетин оперант и вот этот вот calculation нужно поднять его наверх давайте это сделаем таким образом то есть теперь по большому счету на основании от этого операнта мы делаем калькуляцию то есть вычисляем и давайте добавим последний кейс который будет вот с такой палочкой работать и если это будет вот такая штука смотрите теперь мне нужно что сделать сейчас я покажу как это работает мне теперь нужно вывести консоли брать это значит вывести в консоль как раз будем возить резалт вот если говорить о простоте то это вот вся программа которую я хотел сегодня показать но давайте и запустим и посмотрим что она действительно работает но мы все операции не будем делать смотрите у нас открылась консольное приложение в котором написано калькулятор и строка моргает и значит я могу туда ввести значение ну например 5 enter теперь мне второе число ну пусть будет 10 enter и теперь я хочу плюс это значит сложить и в результате у меня почувств 15 как вы видите в общем получилось что получилось это простая операция простой калькулятор который уже работает я нажимаю пробел окно закрывает но так ли будут умные ваши пользователи которые будут использовать ваше приложение смотрите давайте запустим еще раз я теперь завожу 0 я завожу 0 я завожу разделить я нажимаю enter и и теперь получилось что у меня невозможно посчитать число то есть выдала сообщение что это не число почему так получилось потому что во первых на 0 делить нельзя вы наверное помните 1000 из курса математики и вот это вот штука работать не будет поэтому если уж и парсить то парсить это правильно обратите внимание что у меня напротив всех типов которые есть мое приложение есть три точки которые в общем то подсказывают что можно использовать вар ну это такой синтаксический сахар компилятор сам понимает что какой тип переменной будет я все-таки перешел на этот вар на самом деле это удобно я точно знаю что я получаю здесь стринг а значит у меня этот будет стринг то есть тип переменной определяется компилятором и я уже из опыта понимаю что там будет реально стринг но что нам делать с ошибками которые в общем то могут возникнуть это второй вариант а первый вариант то что пользователь когда запускает приложение он не знает что происходит дальше то есть ему нужно об этом как-то сказать если я здесь напишу такую штуку у меня вот выполнилась ошибка и я в общем как тупой пользователь на самом деле не понимаю что происходит говорю да ваша программа говно и все и уж никогда в жизни не запущу поэтому есть хотите вы или не хотите этого если вы как идеальный разработчик написали идеально работать в программу нужно чтобы еще и пользователь умел вашей программы пользователь вся пользуется что для этого нужно сделать для этого нужно добавить подсказки пользователю это чуть-чуть расширить нашу программу убили количество кода а как вы понимаете операции плюс минус равно калькулятор моментар элементарный а все остальное уже будет для пользователя и собственно говоря если забегать далеко вперед то сама программа самовая программа имеет такие части, да, большие. Бизнес-логика, например, в которой просто складывается два числа, и все остальное, если хотите. То есть презентейшн, уровень доступа пользователя, отображение информации, сбор информации, это другие уровни. То есть вы когда-нибудь научитесь это разделять, и, соответственно, если у вас какие-то будут изменения в бизнес-логике, вам будет проще их поменять в самой программе, в каком-то маленьком кусочке кода, не ломая всю архитектуру и систему, который вы написали. Если нужно поменять значение, допустим, выводимый на экран для пользователя на другом языке, то это вы научитесь делать в ресурсных файлах или другие варианты. В общем, давайте сейчас делать все по порядку, и для начала добавим уведомление пользователю, что нужно делать на экране. То есть проведем его по шагам, которые он должен выполнить. Раз мы умеем спрашивать у пользователя, значит мы можем ему и сказать. Для этого нужно сделать console.briteline, то есть в конкретную строчку вывести информацию о том, что требуется от пользователя. И я здесь напишу enter first какой-нибудь number. И давайте в скупках напишу, что можно вводить float. И, соответственно, я сделаю то же самое для второго. Только напишу, что это, соответственно, второе. И далее я также напишу, что я хочу от него получить. Operant, который может быть плюс, минус, умножить или разделить. Ну, давайте запустим, посмотрим, что изменилось. Теперь у меня появилась информация о том, что я хочу от пользователя. Первое число. И я теперь понимаю, что это может быть float. Я поставлю 2. Я теперь могу получить второе число. запятая 3. И enter. И теперь, допустим, ну, сложить. Получилось 45,5. В общем-то, теперь уже более-менее понятно работает. Давайте попробуем запустить еще раз и проделать кое-какую другую операцию. Я завожу 34. Ну, ладно, пусть будет 34.4. И у меня все поломалось, потому что система не смогла распарсить, то есть понять, что это за число. И здесь уже вступает другая команда, которая может сказать не просто распарсить, а попробуй распарсить. Ой. Таким образом, я должен сказать следующее. Попробуй распарсить в крайнем случае. Пусть это будет... Не, не так. Ну, если говорить конкретно про вот эту вот команду, то здесь вот описано, что можем указать, что мы хотим. У нас есть команда, метод, в котором приходят некоторые параметры. Эти параметры обозначены как строка и результат. Строка, тип, провайдер, результат. То есть у каждого метода может быть несколько исполнителей. Это мы называем перегрузки. и я буду использовать простой var out на что такое out float ну, можно вместо float написать var и это будет number number 1 то есть теоретически у меня так, number 1 теоретически у меня меняется концепция. Я уже не просто получаю строку, а я получаю, как вы видите, boolevo значение. То есть это значение говорит о том, что я получаю true или false, то есть распарсилось или не распарсилось. значит у меня здесь эта переменная должна уже называться по-другому is ok number допустим 1 и теперь если ok у меня в number 1 попадет значение которое ввел пользователь но уже трансформированное в тип float если нет здесь будет у меня ну и соответственно я могу проверить ой будет false я прошу прощения и теперь я могу проверить написать если is ok ну не так конечно is ok number то есть true значит у меня число есть я поставлю вот такой восклицательный знак который развернет операцию то есть получается если не ok и в данном случае я хочу сказать пользователю консоль write ну я поступлю в этот раз по простому скажу wrong first number хотя неважно first number wrong number ну а дальше скажу там допустим goodbye вот так вот и для того чтобы программа прекратила прекратила работать мне нужно сказать что все return то есть у меня программа закончит и вот в этом месте она даст управление на входную точку и программа закончит работать и теперь собственно говоря примерно то же самое я хочу сделать и для второго нашего числа соответственно подставив значение 2 number и здесь соответственно 2 обратите внимание что когда не используется переменная она так и подсвечивается потому что я вот эту переменную поменял а вот эту вот нет тогда мне нужно сюда поставить 2 и она тоже задействовалась то есть теперь если у меня будет введено неправильное число давайте это проверим моя программа перестанет работать скажет ты неправильно вел ведем снова 34.4 нажимаю enter wrong number программа не сломалась ничего не посчиталось это конечно тоже плохо но ничего не сломалось экземпшенов никаких не было ничего никуда не повлияло просто программа вышла перестала работать и в общем-то надо сказать что вот в данной конструкции у меня есть обработка четырех вот этих операторов раз два три четыре а если я введу какую-нибудь другую у меня получится какая-то ошибка которую я тоже не предусмотрел для этого в этом операторе в этом операнде switch есть дефолт который все остальные будет обрабатывать и скажет что консоли в write давайте так и напишу в wrong оперант точка ну и по образу и подобию goodbye ой и соответственно мне нужно написать return и теперь уже при вводе операнда моя операция моя программа не сломается давайте проверим как это работает итак я завожу здесь нормальное число 34 запятая ну фиг с ним пусть будет так 22 и 16 фиг с ним пусть будет так а вот теперь вместо вот этих четырех я вас завожу ну например ну например вот такое нажимаю enter оперант неправильный до свидания короче то есть так или иначе я заставляю работать программу правильно ну может быть не совсем правильным образом теоретически я должен сказать пользователю что неправильно введить другой и это мы сделаем немножко дальше и соответственно вывести результат и надо понимать что когда у нас return мы выходим из действия программы больше мы ничего не выполняем выходим из этого метода этот метод называется main и он единственный в моей программе значит завершение программы завершение работы все нормально отлично заклончиво свыше если мы желаем break то мы перестаем дальнейшую обработку вот этой штуки и переходим вот сюда вот эта штука break переходим вот сюда это нужно просто понимать как это работает со временем это придет и так получается что программа сейчас у нас стала лучше и тем не менее здесь у нас есть некоторые варианты особенно если говорить про то что мы можем вести второе значение ноль и разделить на него то есть теоретически перед тем как вот здесь мы должны проверить что если номер 2 который мы ввели ой номер 2 вот такой вот который мы ввели равен ноль при делении то мы должны сказать что нельзя делить на ноль divide by zero error ну вот каким-то вот таким вот способом что мы должны сказать что нельзя делить на ноль и написать в общем-то ретурн то есть выйти из программы больше ничего не делать давайте попробуем поделить на ноль пусть будет 4 пусть будет 0 пусть будет делить enter ну делить на ноль нельзя то есть в противном случае у меня было прям экземпшен который бы сказал что деление на ноль ошибка и все такое то есть вот таким вот образом создаются программы и чем больше вот таких вот фишечек если хотите вы сделаете для пользователя тем больше количество пользователей поймут и смогут работать с вашей программы дальше нам нужно подумать о том что некоторые участки кода у нас повторяются ну например здесь мы получаем число парсим выдаем ошибку не кажется что это очень сильно похоже на это и я предлагаю сделать следующее давайте вот этот вот функционал вынесем в отдельный метод который будем использовать в двух местах это делается на самом деле очень просто напишем правит статик нам сюда нужно чтобы возвращался флот я сейчас все объясню get number и вот так вот обозначается метод и сейчас он подчеркивается потому что мне ничего не возвращается но если я напишу return давайте я напишу null мне будет ошибка а вот если я поставлю что я могу вернуть не только флот но и null когда буду парсить мне сейчас метод будет работать правильно и так правит это значит что этот метод будет видеть только моя программа статик потому что статик у меня является основным методом в консольном приложении это так с этим нужно просто смириться и флот потому что мне нужно получить флот как вы помните и вот этот вот ой где он вот он флот и вот флот и он может быть null теоретически я буду проверять в общем-то на то что пользователь ввел уже в этом методе и соответственно мне может быть не потребуется некоторый функционал который находится здесь так давайте домотаем до низа и давайте скопируем конечно нехороший вариант но суть сводится к тому что мне нет давайте вот первое давайте я вот так вот скопируем и напишу get number и теперь я точно понимаю что у меня этот get number должен прийти отсюда и я здесь делаю таким образом мне нужно здесь получить то что ввел пользователи number мне теперь уже неважно нам бы родили номер 2 number string давайте я тоже красиво напишу string равно и здесь и этот string фарсю здесь получается number и если этот number окей то я возвращаю если вернее не окей то я возвращаю нул то есть я не получил письмо письмо число пользователя number а здесь возвращаю в общем-то теперь у меня этот метод может быть использован еще и здесь другими словами я теперь получаю не number string а как видите float и я могу сказать что у меня здесь будет number 1 теперь у меня этот number говорит о том что он может быть нул и для того чтобы проверить этот вопрос говорит о том что он мне нужно написать если number 1 из нул ну тогда в общем-то мы возвращаемся на круги своя пишем консоли в write в wrong number ой number что там goodbye да в общем-то мало что поменялось но тем не менее это уже будет работать давайте здесь сделаем то же самое control v здесь уже будет number соответственно как вы понимаете 2 и да здесь еще нужно короче сделать return я вас дублирую и притащу вот сюда то есть сейчас моя программа будет работать так же как и раньше но у меня уже есть некоторые улучшения а тут надо понимать вот что если у меня нул то есть значение которое может принимать нул то мне нужно обратиться непосредственно к объекту нул был объект у него есть значение и это значение может быть или не быть но на данном моменте давайте сделаем вот так вот чтобы понимать что у нашей программы работает то есть от значения которое может быть нул и нул есть некоторые отличия надо с этим будет разобраться ну и в данном варианте я тоже могу разделить number value на number value ну такой объект надо понимать надо понимать что значение nullable это значение ни о чем хотя это тоже реальный тип и значит что с этим нужно будет как-то жить с этим нужно будет бороться нужно четко понимать в последних версиях языка разработки появилось вот это вот nullable и она существенно упрощает разработку поэтому вот я сейчас увидел что у меня здесь ошибка получилась поэтому написал value и в общем-то все сработало сейчас моя программа никак не изменилась от того как было раньше я также могу ввести 5 могу 4 могу там что там плюс enter 9 завершилось но это еще не все давайте подумаем что если пользователь будет здесь заводить ну давайте попробуем распарсить на самом деле вот этот самый оперант и зачем это сделать ну для того чтобы можно было калькуляцию вынести за пределы парсинга то есть мы определяем какой оперант а потом делаем операцию а если мы сначала определим какой оперант то мы сможем калькуляцию вынести на другой уровень и в общем-то давайте это проделаем сначала я бы ввел некий энумератор то есть перечисление которое бы олицетворяло как раз вот эти вот команды и сделать это очень просто я нажимаю shift f2 и создаю новый класс ну вернее это не класс это энумерейшн будет я назову его оперант какой-нибудь type c-sharp мне создаться класс но я сделаю из него инам это будет именно инам и в нем я сделаю addition то есть сложение substraction также я сделаю мультипликейшн и соответственно deviation и соответственно deviation мультипликейшн мультипликейшн ой ну конечно же тут division то есть я создаю перечисление которое буду использовать потом где-нибудь в бизнес логике у меня есть определенный набор команд я не беру здесь процент или возведение степень тем не менее я буду их сюда добавить и все-таки я сделаю так как рекомендует microsoft то есть изначально я создам тип операнда non то есть незаданный или undefined я где-то делал видео по поводу того для чего это нужно делать ну я думаю что если вы ознакомитесь с ним вы меня поймете и тем не менее я создал этот операнд type и теперь мне нужно из этих вот плюсов минусов и что там палочки вот этой вот получить тот самый тип операнда так тут она мне скорее всего говорит что не нужно определять да вот теперь он подсветился и когда я обвожу этот операнд я скорее всего сделаю также private static get операнд ой что-то лишнее нажал операнд и это будет у меня метод который будет ну естественно у него должен быть возвращаемый тип операнд type и этот тип у меня как раз будет возвращать то собственно говоря что распарсится при результате получения строки которую пользователь ввел и мне ничего не мешает вот этот весь код как минимум скопировать перенести сюда здесь я напишу операнды здесь я даже могу указать следующее давайте чуть позже покажу здесь у меня уже не будет операций я здесь скажу давайте использую более современный метод и вот таким вот образом его опишу то есть калькулейшн у меня остался наверху я здесь поуезжаю этот операнд и дальше в зависимости от того что я то есть var операнд давайте здесь скажем что он у меня здесь уже будет стринговым а здесь операнд уже будет на основании операнд стринг свитч я использую новую конструкцию и ну не так наверное да вот так вот вот и здесь я скажу что если это у меня было плюс тогда я хочу вернуть операнд type addition ну и соответственно у меня их будет 4 это будет что там subtraction это будет соответственно multiplication это будет division и это будет non ну для всех остальных это будет non здесь у меня будет разделить здесь у меня будет умножить и здесь у меня будет минус и таким образом я буду понимать что у меня есть уже тип операции и я его здесь буду возвращать ну и соответственно можно тогда сделать не var а как вы понимаете return теперь у меня возвращается определенный тип на основании выбранного значения ну и раз у меня здесь есть вот эти вот значения то есть если мне потребуется еще какой-нибудь дополнительный материал там вычисление операции то есть вычисление процентов или возведение степень я могу добавить operand type и у меня уже operand type будет соответственно тот который мне потребуется для последующих операций давайте покажу как заводить комментарии давайте так returns давайте с большой буквы напишу оперант type ну единственное что у меня есть но это значительно не определено и теоретически я могу возвращать nullable и тогда здесь делать ошибку в этом месте но я буду проверять в дальнейшем что у меня все операнды не равны null ну то есть не равны known и соответственно можно будет их использовать соответственно это у меня returns parsed number наверное как-то вот так и далее я теперь этот get оперант могу использовать уже вот здесь то есть когда я завожу я могу сказать что у меня оперант равен вот этому значению и далее я могу также проверить что если у меня введен какой-то неизвестный символ if оперант у меня равен non ну то есть что я не знаю что это такое тогда я пишу в write ой консоли в write line и здесь будет wrong оперант ну и соответственно что мы там писали там goodbye и соответственно мне нужно выйти из программы дальше мы ничего не будем делать пока в этом варианте ну а дальше у меня начинается калькуляция и здесь все очень просто во-первых я тоже использую var result равен и теперь я вот эти вот манипуляции ну в общем-то они мне конечно потребуются но немножечко не так давайте их скопирую но здесь напишу calculate вот такой вот метод и теперь мне для того чтобы этот метод сработал мне нужен здесь number1 number2 соответственно что я с ними должен сделать и наверное наверное все пока и теперь я могу нажать кнопку сгенерировать этот метод вот он сгенерировался соответственно мне он нужен здесь результат типа float то есть мне нужен результат операции и теперь то что я скопировал вставляю сюда и здесь уже оперант у меня будет свитчиться на основании так ну давайте я наверное вот так вот все сотру а хотя нет я теперь сделаю здесь так вот оперант type я уже знаю что addition и мне нужно здесь результат ну вернее мне нужен тут тогда уже ретурн мне нужно просто значение а ладно сейчас это чуть позже покажу есть у меня оперант будет addition так что у нас тут суп subtraction здесь у меня будет что там у меня тоже тут сложение странно тут у меня будет умножение значит multiplication здесь я тоже скажу что я хочу сделать ретурн мне не нужно никуда сохранять эту переменную сейчас мы все поправим break мне не нужен break не нужен здесь return multiplication здесь у нас оперант type что там у нас деление division здесь мы также делаем проверку здесь мы делаем return в результате валидного выполнения break уже нам не нужен и в случае так смотрите результат у меня может быть разный и поэтому здесь поставлю ну то есть я могу сказать что вернуть ну то есть ничего не пришло и в данном случае могу сказать return ну но я могу этот оперант поставить ниже и тогда так так и теперь получается что у меня уже здесь не оперант а здесь у меня уже собственно говоря вот это вот даже мне не нужно я могу сказать что я могу вернуть все в зависимости от результата таким образом получается что у меня есть ну а я хочу не ну я хочу реальное значение числа и тогда мне вот эти вот все точка value они мне больше не потребуются потому что я буду иметь данные иметь уже реальные значения без нулбл флотов переменных и вот так вот это будет примерно выглядеть то есть у меня теперь метод calculate делает единственное что он калькулирует больше ничего не делает но еще есть некоторые проверки но без них собственно говоря никуда хотя результатом деления на 0 тоже есть какой-то результат и теперь у меня показывает программа ошибку что при калькуляции давайте здесь тоже напишем вот такой раз два три return calculation какой-нибудь result и здесь мне нужно тогда в общем-то тут я точно знаю что набор у меня не нул соответственно я могу отдать сюда value и собственно говоря здесь сделать то же самое таким образом я сейчас запущу приложение и у меня ничего не должно измениться в общем-то давайте как раз это и проверим запускаем вот запустилось приложение давайте 62 34 и 6 а нет запятая и 5 и теперь оперант например division enter ну вот собственно все как работало так работает только во первых для чего это это все как раз для того чтобы можно было ну на примере get number как вы понимаете если мне будет третье число я могу получить его таким же образом я могу вот это вот уже унифицировать и вынести в отдельную и у меня просто будут подставляться числа там 1 2 3 4 5 которые буду получать и операнты через там перечисление какое-то подставлять этих и могу складывать и удалять или вычислять и в смысле вычитать эти числа но суть сводится к тому что у меня get number написано один раз и я где получаю number у меня может быть использовано в нескольких местах что касается get оперант здесь вся логика собрана и я просто потому что пользователь вводит могу получить и другие варианты операндов например я могу получить смотрите я могу ввести не давайте прям продемонстрирую оперант я вот так вот сокращенно напишу enam parse так как у меня оперант type это нумератор я могу сказать чтобы он мог распарсить ну какой-нибудь там о давайте вот так вот оперант string ну ладно это не важно и тогда получается что мне нужно поставить тип давайте сразу тип заведем какой-нибудь он спрашивает какой тип мне нужно распознавать оперант type вот получить вот из этого значения ну давайте я буду точно знать что это мнение ну потому что буду вводить а вот здесь поставлю breakpoint и запущу приложение в дебаге чтобы показать что можно вводить не плюс минус и равно то есть не распознавать то что пользователь вел а например вводить например edition и тогда мне не нужно будет парсить а просто выполнять действие например первое число 5 второе число 4 а вот здесь я напишу эдишн enter и теперь у меня бряка упала сюда здесь у меня теперь как вы видите вот эдишн я нажимаю F10 нет я нажимаю F10 и теперь у меня в оп проводился тот самый эдишн тот самый оперант type и вот это вот действие и вот это действие которое выполняется следующий мне уже не нужно я уже знаю как у меня оперант type он называется эдишн но вводить пользователю целиком название это не сильно приятно но с другой стороны если у меня будет другая система ввода например выпадающие окно в винформах или в допех формах или например в вебформе то я там могу как раз выбирать очень просто там выбрать из выпадающего списка эдишн ну как вариант опять же очень сильно абстрагироваться от этого нужно то мне тогда вот этот вот плюс-минус равно не нужно таким образом получается что оперант type он как бы важен поэтому я его и ввел и в общем-то собственно говоря и вам это советую делать но пока мы оставим все как есть вот и в общем-то что у нас дальше получается дальше у нас получается нужно заканчивать потому что уже достаточно много времени потратили но я бы хотел озвучить некоторые планы я надеюсь вы в комментариях опишитесь по поводу того чего вам больше понравилось или не понравилось это новый для меня способ общения на очень низком уровне то есть для самых вот тех кто только начинает если что-то непонятно скажите напишите в комментариях если все устраивает отлично и дальше я буду развивать этот проект эту текущую ветку я выложу в гид хаб и чтобы он у вас был в доступе и далее я буду это все доводить до до абсурда если хотите я буду комментировать и рассказывать что мы превращаем сервисы что такое абстракции что такое dependency injection то есть из простого калькулятора который консольное приложение я хочу вырастить тоже абсурдное приложение то есть слишком простое но на очень сложных технологиях и я это хочу сделать постепенно чтобы у вас на глазах это все было сделано вот наверное все ну раз все то пишите правильный код до сих пор до сих пор Субтитры сделал DimaTorzok